Ну, это было, наверное, с Аней, с Алексеевым еще, но у меня были хорошие партнеры, быстрые, даже быстрее, чем, я думаю, Шон Кокс. Ну, быстрее или не быстрее увидим в бою, но у меня, я доволен своей подготовкой, поэтому остается только выйти и показать свою работу. Последний день много было всех мероприятий, вас там не видели? Я очень не люблю все мероприятия, до подготовки проходят. В этот раз менеджер меня услышал, Володя, и сказал, что Денис, все, пресс-конференция и взвешивание, поэтому все прошло хорошо. Вот так, что так мало информации о сопернике? Меня это нисколько не смущает, мы и называемся профессиональными боксерами, чтобы решать вопросы по ситуации. У нас дано 12 раундов, мы должны вскрыть оборону противника. Я знаю, что боксеры обычно не дают прогнозы на свои бои, но скажи, пожалуйста, что ждать болельщикам? Вы уже ответили сами на... Ждите интересный поединок, вот и все. Но готовы к 20 раундам? Конечно, конечно. Никакой конкретной задачи нет, уже, как сказал Костя, на удар никто не доряжается. Получится? Получится. Нет, значит, будем дараться до конца. Есть один вопрос не по теме. Перед боем в Стоуни вы говорили, что план поехать к десантливам на неделю, пожить, поработать. К сожалению, это еще не удалось, но я уже близко, уже разговаривал с ребятами, меня ждут на Кубинке ребята. Поэтому, как только я с ним обращусь, что я готов, я думаю, проблем с этим не будет. Мы дружим с ребятами, общаемся. А по следующим боем по дату нет пока? Нет, это вопрос не ко мне. Как вообще относишься к тому, что созвездие звезд такое, сегодня столько... Я уже говорил, очень приятно. Я вообще человек такой, по своей сути, добрый и чувствую ответное. Я посмотрел на уважаемого человека, Майкла Баффера, на Роя. Я увидел этих людей, и как-то, как будто я их уже знаю давно. И даже в Шоне Коксе я сегодня не увидел никакой агрессии. Может быть, это скрыто, ведь все, знаете, я могу ошибаться в людях. Все-таки некоторые люди имеют такую особенность. Знаете, говорят, маску одел на себя, и он не тот, какой он есть на самом деле. Но, по крайней мере, мне показалось, что сегодня все были доброжелательно настроены, не было таких исполнений, как у Чесоры с Кричко. Но, знаете, это отдельный случай. Я думаю, что раз он так сделал, значит, у него были для этого мотивы, основания. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю Дерека. Здесь каждый поступает так, как хочет. Каждый отвечает сам за свои поступки, за свои действия. С Баффером успел перекинуться там пару слов? С Баффером у меня еще лишь почему еще теплые отношения такие мои к нему. Потому что даже когда был бой у меня с Марком Хуком в Германии, он выбрал момент, еще находясь в ринге, он подошел меня, взял за руку и сказал, «Ты чемпион, не Марка, а ты». И, может быть, эти слова сыграли свою роль, вот мое отношение к нему. Поэтому, если вернуться к тому бою, знаете, этот бой мне очень много дал, несмотря на то, что руку подняли не мне. Но этот бой отложился у меня в копилочке большим таким прибытком, прибавком. С Роми Джонсом еще недавно вы были соперниками. Сейчас уже как друзья стали? Ну, друзья назвать, как бы, чтобы быть друзьями, нужно общаться плотно. Вот, ну, отношения добрые, знакомые, да. Мы общались с ним там в одном месте после боя, вот. Сразу же, прям в этот же день после боя, и никаких проблем у нас не было. Мы пожали руки, перекинулись пару словечками, мой английский, не в совершенстве. Поэтому, как могли, друг другу поняли. И, по-моему, между нами нет, у черной кошки все нормально. Денис, вы уже упомянули о том, что сегодня все спокойные и добрые, но говорят, что нет более опасного бойца, чем тот, в глазах которого нет ни малейшего желания подраться. Все-таки какие-то особенные предчувствия перед боем есть? У меня есть четкий настрой, готовность к бою номер один. У меня за мной сильная команда, со мной сильный тренер. У меня со мной рядом Александр Поветкин, чемпион мира. За мной клуб «Витязь», Чехов, Подольск, Старый Оскол. Я чувствую поддержку своих друзей, знакомых. Это мне поможет победить, и победить красиво.